Приветствую! Приветствую вас, драгоценные мои, в прямом эфире. Я Максимов Максим. Приветствую всех, кто смотрит меня со спутника, всех, кто смотрит меня через сайт domvera.ru. Я хочу сказать, присоединяюсь к нашей интернет-общине Дом Веры, нашей интернет-общине, в которой есть прихожане из Австралии, из Америки, из Канады, из Европы, из России, Украины, есть прихожане из разных стран мира. Если у вас есть желание, присоединяйтесь. Domvera.ru – это наша интернет-община, где мы встречаемся каждый день, кроме субботы и понедельника, где мы славим Господа, молимся, восхваляем Его, где мы делимся свидетельствами славы Божьей. Благодарю Бога за каждого человека, который пришел и присоединился к нашему общению. Мир вам драгоценный. Я вижу, как людей больше присоединилось к нам. Пусть Бог благословит вас. Сегодня я расскажу о моем путешествии, но перед тем, как я это расскажу, я хочу посмотреть, кто там подсоединился. Итак, к нам присоединились люди из разных уголков. Я вижу Юля из Абакана. Юлечка, привет тебе, дорогая. Святослав из Кишинева. Добрый вечер. Юрий Ивченко говорит привет. Привет, Юрий. Роза и Лиля, приветствуем вас, любим вас. Наталья Харитонова и 10 человек написано. Мир вам, дорогая Наталья из Мизури. Дженета из Лондона. Приветствую тебя, драгоценные. Татьяну из Риги, Татьяну из Санкт-Петербурга, Екатерина из Эстонии, Андрей из Австралии, Лариса из Израиля, Эстония. Я вот просто Украина. Всех приветствую. Эльвира, Анжела, всем приветствую. Карелия здесь, Лос-Анджелес, приветствую всех. Пусть Бог благословит вас обильно. Спасибо за ваши приветствия. И, конечно, Александру из Каменогорску. И Евгения в Кишинево тоже приветствую. Вы знаете, я вернулся из путешествия. У меня было такое длительное путешествие. И за несколько дней, чуть больше двух недель, я проповедовал около 20 раз. Я начал путешествие, прилетел в Лондон. И в Лондоне была потрясающая атмосфера, собрание. Пастор Женя меня принял. И собралось в середине недели человек, наверное, 40 или 50. И у нас было хорошее общение, молитва. Я так благодарен Господу за этих людей. Такое благословение. Потом я поехал. Дженета меня пригласила. Дженета, привет тебе. Спасибо. Поехал в цыганское общение. Я не знал, что это цыгане. Я не знал. Я не знал. И когда я приехал, там такое прославление, такая хвала Господу. Такие красивые все. Знаете, вот многие уже славяне приходят в церковь, ну так в джинсах, так еще в чем-то. Так приходят расслабленно, как американцы. А цыгане все такие красивые в пиджаках, в галстуках. Такие девушки с прическами. Все такие старательные. Это было нечто. Это было нечто восхитительное. Я смотрел на них, как они славят Бога. Я так поворачивался, смотрел в зал. Открытые, общительные люди. Конечно, цыганские традиции там вовсю соблюдаются. То есть, меня спросили цыгане. Я только как цыгане. Они хорошие цыгане, но традиции соблюдаются. Например, когда я пришел домой пастору, все мужчины в доме сели за стол и кушали. А женщины не сидели с нами за столом. Они были где-то там в стороне. На кухне кушали. Это, конечно, как-то неудобно было. Но потом я увидел, что в ресторане, когда сели за стол, пришли в ресторан, мужчины за одним столом, женщины за другим столом. Мне было это очень интересно. И когда все пошли с ресторана, все встали и залпом пошли. Все на парковку сразу же 40 человек шло. Ну, это очень интересно, классно. Ну, мне очень понравилось. Очень понравилась живая, хорошая община. Я что-то даже почувствовал, что где-то я еще цыган на части. Вот. Это просто было нечто невероятное. Знаете, что интересно? Я проповедовал на русском, а переводили меня на цыганский. На цыганский переводили. И еще более интересно, что когда меня переводили на цыганский, а Библию читали на латышском. Боже мой, как это было классно. Библию на латышском, переводили на цыганский, я проповедую на русском. Вообще супер. Очень, очень меня это вдохновило. После этого я поехал в Ленинген. И там пастор арендовал школу. Вы знаете, в здании школы, там в актовом зале собралось много людей. И было потрясающее общение, молитва. Я когда зашел в зал, одна женщина, там человек, наверное, 200, наверное, было. Ну, я так предполагаю. Сейчас не могу точно вспомнить, но у меня в Фейсбуке я каждый день описывал отдельно. Человек 200 было. И вот вдруг одна женщина из зала восклицает. Только я зашел в зал, там люди начали хлопать. Максимов зашел. И одна женщина восклицает на весь зал. Говорит, как живой? Я опешил. Я говорю, кто? Она говорит, ну ты как живой? Я очень удивился. Я говорю, я живой. Она говорит, ну как? Ну живой, ну живьем. Я говорю, ну я живой. Она говорит, ну не в телевизоре ты. Ну как? Ну знаете, для меня было интересно, что она вела в это. Но слово «как живой» меня очень-очень развеселило. И в общем, я просто так смеялся. Это просто нечто было. Хорошее собрание, хорошее прославление было в Лёнингене. И потом из Лёнингена мы поехали. Знаете, что интересно? Почти все русские немцы в Германии, они из Казахстана или из Киргизстана? Я спрашиваю, кто тут из Казахстана, Киргизстана, Средней Азии? Все поднимают руку. Все, это просто очень мало, кто не оттуда, родился не оттуда. Короче, еду дальше в Бейт-Ойна-Хаузен. Там потрясающий пастор, Дмитрий, община, живые, классные люди. И встретился с друзьями. Там Юлия Исаева со церкви подъехала, еще ребята подъехали. В общем, было такое благословение. Мы общались, молились вместе, супер было. Потом поехали в Ганновер. Тоже было хорошее общение, общались, там была атмосфера радости, жизни. После этого я полетел в Киев. Вы знаете, вот когда я прилетел в Киев, и вечером, я утром вылетел, весь день в дороге, сил уже нету. Пришел вечером на собрание. В нас в офисе Сианула есть зал на 150 человек. Так вот, полностью зал был забитый. Полностью зал был полностью забитый. И вот я зашел, когда в зал, там люди прославляли Бога. Вы знаете, я не знаю, что со мной случилось. На меня как, вот слезы навернулись. Я смотрю на людей, на все, через что проходит сейчас Украина. И просто слезы, как я начал плакать, я просто не мог. Слезы текли без остановки. Я даже не знаю, со мной что было. Я подумал, господи, ну что это такое? Ну, мы молились очень сильно. Такая молитва была, проповедь была, живая. В общем, благословение было. После этого я полетел в Одессу. И из Одессы меня пастор из Измаила забрал. Самая худшая дорога, которую я встречал, это Одесса-Измаил. Она не длинная, но ехать ее нужно было не полтора часа, а четыре с половиной и даже больше часов. Мы ехали по этой дороге, это нечто. Пастор смеется и говорит, это, говорит, немцы со времен Второй мировой войны до сих пор, говорит, нам не отремонтировали ее. Жалуется, что, мол, немцы должны приехать. Ну, интересно было. После этого я в Измаиле служил у пастора. Оказывается, знаете что? Мне профинансировал билет депутат. Депутат городского совета, горсовета, чтобы Максимов приехал. Он смотрел меня по Сиану и сказал, давайте пригласим его. И он профинансировал мой билет. Когда я узнал, он мне и гостиницу оплатил. И я просто там был, такое благословение, служил им словом. Там сам депутат меня возил в поселок, как Васильевка, Васюки я называю. Представьте, Васильевка, поселок, население 4 тысячи. 4 тысячи населения. Там сколько это? 180, по-моему, дворов или чуть больше, 200 дворов. Но церковь там человек 300. Я пришел, полный зал, битком, в середине недели проповедовал. Потом в Измаиле послужил. Дом культуры снял депутат. Это просто было супер. Потом в церквях слово жизни и в церкви пастора тоже послужил. В общем, была суперная атмосфера. Радость, жизнь. Это был день Пятидесятницы. В общем, просто супер было. После этого я поехал в Молдову. И приехал в Кагул. Потом приехал Камрад, столицу Гагаузии. После этого был в еще одном городе, забыл, как его название. Такой маленький городок наверху Молдовы. Потом поехал в Кишинев. Представьте, Кишинев, ливень. Такой ливень, дождь огромный. Я думал, все, никто не придет. Зал, битком забитый, 500 человек. Молдаване радуются, богославят. Атмосфера просто благословения. После этого... А Фалештар, я вспомнил. Фалештар был. Вот, знаете, где-то в памяти было. Вот, знаете, думаешь, оно где-то вот пока дойдется туда. Вот как-то залезло и вот вылезло. Фалештар был. В общем, было сильно. Фалештар служил в Камраде, Кагуле и в Кишиневе. Потом поехал в Одессу. И в Одессе служил я. И в мессианское общение. Последний день я служил, знаете, в трех церквях. Служил в одной, во второй, в третьей церкви. И встреча с пасторами. И потом на самолет в два часа ночи. И сюда. В общем, это было нечто. Длинное путешествие. Устал, но доволен. Благодарю Бога за всех друзей, с кем встречался. В общем, такое благословение. Что бы мы ни делали в нашей жизни, мы должны делать во имя Иисуса Христа. Вообще, что бы мы ни делали. Сегодня я начинаю цикл передач. Я попрошу вас взять ручку. Это будет библейское учение. И эти все дни, сегодня, завтра, воскресенье, остальные дни, я буду делать цикл передач об имени Иисуса. Почему имя Иисуса? Почему имя Иисуса Христа? Вы знаете, в именах есть власть. Например, у меня был случай. Я был в библейской школе. И там пастором были разные пастори. Я был пастор Кавгустов. Я говорю, Кавгустов, никто не хочет выполнять то, что ты сказал сделать. Он говорит, что? Сделать дизайн плаката для евангелизации. Я говорю, я пытаюсь дизайнировать, они не хотят делать. И он говорит, ну ты пойди, скажи, что я сказал. Я говорю, я могу твоим именем воспользоваться? Он говорит, конечно, скажи, что я сказал. Я зашел в издательство. Там сидят издатели, которые меня вот так, иди отсюда. Я зашел в издательство, я был студентом. Я поднял руки, говорю, внимание! Они сидят там, несколько издателей смотрят на меня. Я говорю, именем Карла Густава Северина. Побелеваю, сделайте дизайн. И вы знаете, когда они посмотрели, я говорю, Карл Густав мне сказал, что его имя здесь действует. И один подошел, говорит, хорошо, мы сделаем, что нужно? Что, Карл Густав сам сказал? Он говорит, я говорю, да, сам сказал. И тогда он говорит, ну ладно, 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 хорошо. Знаете, вообще имя действует. Когда один человек пришел покупать машину, рассказывает историю свою, и говорит, я торгуюсь, торгуюсь, пытаюсь цену сбить. И потом я говорю, вот я вот этого человека знаю, он мой друг. И тот смотрит и говорит, что же вы сразу не сказали? И дал сразу же скидку на несколько тысяч долларов. То есть, как бы, сразу же, моментально, как только тот услышал имя правильного человека. Конечно, вот скажем, в наших странах, здравствуйте, я от Серик Сериковича. И тогда, а, вы от Серик Сериковича. Хорошо, проходите, пожалуйста. Вот, когда ты знаешь правильное имя, от кого нужно прийти, тогда ты, ну как бы, если это имя, имеет власть. Если у тебя есть мандатное имя, кто-то тебе дал свое имя, иди скажи, что я сказал. И когда мой сын идет и другому сыну говорит, папа сказал, папа Максим сказал, чтобы ты сделал это. Тогда, тогда возникает, ну как бы, власть перед, что папа сказал, да, сказал. И тогда возникает власть в имени. Власть действует. Если мы используем имя, используем ли мы имя. Хороший вопрос каждому верующему. А используешь ли ты имя Иисуса? Когда тебя не боятся врага, враг тебя не боится, но он боится имени Иисуса. Имя Иисуса превыше всякого имени. Бог его имя сделал превыше всякого имени. Его имя самое высокое, и он дал нам свое имя. Пожалуйста, откройте Евангелие Таана. Люди, хорошая передача. Начинаем цикл передач про имя Иисуса. Откройте Евангелие Таана. Откроем Иоанна 16 главу. И будем читать с 23 стиха. Иисус говорит такие слова. Очень интересные. Евангелие Таана, 16 глава, с 23 стиха. «И в тот день не спросите Меня ни о чем». Иисус говорит, что наступает день, когда вы Меня ни о чем не будете просить. «Но истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, Он даст вам». Послушайте. Иисус говорит, о чем не попросите Отца во имя Мое. Отец вам даст, потому что вы просите во имя Мое. И следующий стих. «До ныне, да ныне вы ничего не просили во имя Мое, а теперь просите и получите, чтобы радость ваша была совершена». «До ныне вы не просили во имя Иисуса, теперь просите и получите». Когда у тебя есть правильное имя, правильное имя открывает двери. У нас есть имя Иисуса. Иисус говорит, просите во имя Мое. Просите во имя Мое. Удивительно, знаете, вот я как бы такую мысль хочу затронуть. Когда мы открыли телефон доверия, и мы думали, что люди будут звонить и просить о молитве и так далее. Я думал, что сейчас неверующие хлынут, все начнут заказы Богу отправлять. Оказалось, что в основном звонили неверующие. И в основном звонили верующие, и в основном они просили. И когда наш телефонный оператор говорит, вы верующие, да, мы давно верим. Все, и тогда вопрос, а вы пользуетесь именем Иисуса Христа? Не, ну мы молимся. Вопрос в другом. Пользуешься ли ты властью, сгенерированной в имени? Я видел одну специальную бумажку, которая вот, она такого влана, и там было написано. От начальника гор ГАИ. Ребята, отпустите. И подпись начальника гор ГАИ. Знаете, и когда кого-то остановали, этот человек слушает, о, это Карат Каратыч. О, да, ну хорошо, здравия желаем, все, до свидания. Вы знаете, когда кто-то использует имя, если это имя имеет власть, происходит чудеса. В имени Иисуса сгенерирована огромная власть. Имя Иисуса дает тебе право получать благословения, скидки, получать победу в духовном мире. Имя Иисуса Христа имеет потрясающую силу. Во-первых, давайте откроем 1 Иоанна, откройте, ой, Евангелие Таана, 1 глава, 12 стих. Я хочу просто, чтобы мы, это будет у нас библейская школа, обучение, семинары. Поэтому в следующие дни мы будем говорить об имени Иисуса. И давайте начнем с 1 Иоанна, 12 главы. Евангелие Таана, 1 глава, 12 стих. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, верующим во имя Ему, он дал власть быть детьми Божьими». «Верующим во имя Его, он дал власть». «А ты веришь в имя Иисуса?» «Не, я в Иисуса верю». «Хорошо, хорошо. А ты верующий во имя Его или неверующий?» «Веришь ли ты в Его имя?» «О-о-о-о-о! Мы получили власть быть детьми Божьими. У детей Божьих есть власть. Аллилуйя!» И мы знаем, что в имени Иисуса есть власть. И важно, очень важно верить в Иисуса и в Его имя. «Я верю в Иисуса и верю в силу Его имени. Его имя превыше всякого имени на небе, на земле и в преисподнем». «Драгоценный». «Какую благодать мы имеем во Христе Иисусе?» «Он нам дал власть быть детьми Божьими». «Он дал тебе власть быть Его детем. Он дал тебе власть. Не немощь дал, а власть. Аллилуйя!» «Важно верить в Его имя. Давайте откроем Евангелие Атеана, вторую главу теперь, 23 стих. Открывайте. «Ваше здоровье». «И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса Его, которые творил Он, уверовали во имя Его». «Многие, послушайте, многие увидели… Посмотрите, как это написано. Видя чудеса, которые творил Он, уверовали во имя Его». «Они уверовали во имя Его». «Третья глава. Мы знаем все Евангелие Атеана 3, 16. Давайте прочитаем. 16, 17, 18 стих. «Это разговор Иисуса с Никодимом. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И 17 стих. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». И 18 стих. 18 очень важный. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден». Неверующий уже осужден. Почему? Потому что не уверовал во имя Единородного Сына. Уверовать во имя Единородного Сына. Ха! А ты уверовал в имя Единородного Сына, верующий человек? Наша вера фокусируется в имя Иисуса. Наша вера... «Я верую в имя Иисуса». Для меня имя Иисуса — это фокус моей веры. Христос и Его имя. «Я верую в Его имя». «Я верую в Господа», верующий в Его имя. Деяние 3, 16. Откройте. «Деяние апостолов», 3 глава, 16 стих. Здесь написано так. «И ради веры во имя Его, имя Его укрепилось Его, которого вы видите и знаете». Описание как случилось. «Из-за веры во имя Его имя Иисуса укрепилось Его, и Он...» Деяние 3, 16. «Он поднялся». Послушайте, вот это очень важный момент. Там человек больной, он уверовал в имя Иисуса Христа. Уверовав в имя Иисуса Христа, Его имя Его укрепило, которого вы видите. Аллилуйя. Потрясающе. Давайте откроем первое послание Иоанна. Первое Иоанна, 3 глава. Откройте. Первое Иоанна. Первое послание Иоанна, 3 глава. И я буду читать 23 стих. «А заповедь Его та, чтобы мы веровали...» Какая заповедь? «В своем имя Сына Его Иисуса Христа». И любили друг друга, как Он заповедовал нам. Заповедь в том, чтобы мы веровали во имя Его. Давайте откроем тебе 1 Иоанна, 5 глава. 1 Иоанна, 5 глава. 13 стих. 1 Иоанна, 5, 13. «Сие я написал вам, верующим, я написал вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что веруя в Сына Божия, имейте жизнь вечную. Верующие в Сына Божия». Итак, первое утверждение. Первое. Давайте по пунктам. Мы говорим о вере в имя Иисуса. «А веришь ли ты в имя Иисуса Христа?» «Веришь ли ты в имя Иисуса Христа?» «Веришь ли ты в имя Иисуса Христа?» «Аллилуйя, верю я». «Аллилуйя, верующие во имя Иисуса Христа?» Теперь, его именем мы получаем прощение. Давайте другой пункт возьмем. «Прощение и покаяние в имени Иисуса Христа». Деяния апостолов, 10 глава. Пожалуйста, откройте. Деяния апостолов. Они находятся в деянии сразу же после Евангелия. Четырех Евангелий. Полистайте свою Библию. Марка, Луки, Иоанна, Патфея. Пролистайте их, и там будет деяние апостолов. Деяние апостолов, 10 глава, и 43 стих. Деяние апостолов, 10, 43 стих. Там такие слова сказаны во второй половине. «О нем все пророки свидетельствуют, и дальше, что всякий, верующий в него, получит прощение грехов». Чем? «Получит прощение грехов именем Его». Па-бам! Мы получаем прощение грехов именем Его, именем Иисуса. Ам-мен. Мы получаем прощение грехов именем Иисуса. Невероятная сила. Через всю Библию я буду показывать шаг за шагом. Сила в имени Иисуса. Есть сила в имени Иисуса. Есть сила в имени Иисуса. Аллилуйя. Луки, 24 глава. Откройте, пожалуйста, со мной. Луки 24, 47. Давайте прочитаем. Здесь написано так. «И проповеданно быть во имя Его покаянию и прощение грехов во всех народах», начиная с Иерусалима. Прощение, покаяние во имя Его. Смотрите. Во имя Его покаянию. Проповедь во имя Его покаянию. Потрясающе. И 1 Иоанна, откройте, пожалуйста, 1 послание Иоанна, 2 глава и 12 стих. Потрясающее место, где сказано опять. Мы говорим теперь, что в имени Иисуса есть власть и есть прощение. «Пришу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради, послушайте, ради имени Его. Прощены вам грехи ради имени Его. Вам прощены грехи ради и за имени Его. О, слава! О, слава! О, слава! О, слава! Послушайте, мы видим, какая энергетика, если так можно сказать, сила, могущество, владычество в Его имени. Какая мощь. Во-первых, у нас есть власть в имени. Мы можем просить. Мы должны веровать. У нас Писание ободряет. Веруйте во имя Иисуса Христа. Он говорит, я в Господа верю, в Бога верю. Хорошо, хорошо. А в имя Иисуса ты веришь? Веруйте во имя Его. Веруйте во имя Его. Веруйте во имя Его. Верую во имя Его. Что-то... Вы знаете, вот когда вот описываешь вот это все состояние... Ой, Иисус, во имя Иисуса Христа. Ой, Господи Иисусе. Стойте, стойте, стойте. Вторая заповедь. Не поминай имя Господа в суть, да? Мы говорим с вами не просто, а мы говорим о могуществе, заложенном в силе имени Иисуса. Итак, веруем во имя Иисуса и прощены. Давайте еще одно место про прощение откроем. Я надеюсь, вы конспектируете или вам потом отдельно конспекты нужно посылать? Я могу, конечно, сделать конспекты и разослать вам, если вы настолько ленивы. Ну, если вы записываете, пожалуйста, запишите. Теперь. Первая Коринфянам, шестая глава. Одиннадцатый стих. Открываем. Первая Коринфянам, шестая глава, одиннадцатый стих. О, слава! Здесь написано так. Такими были некоторые из вас, но омылись и осветились, но оправдались. Чем мы там оправдались? Мы оправдались второй стих. Именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Мы оправдались. Мы оправданы во имя Его. Мы оправданы. Потрясающе. Мы оправдались Его именем. О, Господь! Твое имя превыше всех имен. Знаете, когда начинается молитва «Отче наш», это как инструкция. Не только, как говорить «Отче наш, сущий на бесах». О чем молиться? Молиться. Ученики спросили, как нам молиться? Он говорит «Отче наш, отец наш, сущий на небесах, да святится». Что? Святится что? А? Да святится имя Твое. Что такое святится? Да излучается, да распространяется, да станет известным, да возвеличится, да превознесется, да откроется, да изольется. Да святится имя Твое. Мы говорим об имени Господа нашего, Его имя, сгенерирована мощь, сила, благословение. Мы будем рассуждать, что спасение в имени Иисуса Христа, что мы можем уповать на Его имя, мы имеем жизнь, бесы изгоняются именем Иисуса Христа, исцеление. Мы все это будем проходить на следующих уроках, дальше. Но сейчас я хочу просто вдохновить вас, люди дорогие. Имя Иисуса Христа обладает потрясающей, невероятной мощью. В первую очередь, мы веруем, верую в Твое имя, верую в Тебя, верую в Твое имя. Используйте имя. Не просто, ой, Иисусе Божий, помоги. Нет, это не просто приговорка, упоминание Бога в суе. Не поминайте Господа в суе, но используйте имя со властью. Во имя Иисуса Христа, именем Иисуса Христа. Возьмите имя, сконцентрируйте, сгенерируйте мощь. Боже, Боже, возьмите силу имени Иисуса Христа. Говорите об имени Иисуса Христа. Его имя, это нечто. Его имя обладает невероятной властью. Которая нам передается через его имя. Он оставил нам имя. Помните, как человек, начальника ГОРГАИ, бумажка была с его подписью, именем. Бумажка была с его именем. И начальник ГОРГАИ подписался, что, ребята, отпустите. И этот человек имел пропуск. Он нарушал правила, показывал гаишникам, и гаишники говорят, все хорошо. Вы знаете, вот имя, это нечто. Завтра мы начнем говорить об имени. Говорить об силе. Кому дает Бог свое имя. Если Бог не даст свое имя вам, бесполезно. У меня нет такой бумажки от начальника ГОРГАИ. И поэтому у меня жизнь такая. У меня нет власти. Я когда захожу, если, например, у тебя друг президент, и ты заходишь и говоришь именем президента такого-то там. Йоханна Йоханнесовича. И все, о, да, 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 да. Это кто? А это вот... Более того. Как вы думаете, вот дети президента, они обладают определенным статусом? Конечно. Послушайте. Дети президента обладают невероятным статусом. Они носители имени отца. Носители имя. И напишут на челах их имя мое, имя Бога. Напишут на нас имя Бога. Я ношу имя моего отца земного. Господь нам предоставляет, предоставляет шанс носить его имя. Об этом мы будем говорить в последующих передачах. У нас предстоит с вами изучение имени, имени Божьего. Как пишет Лариса Избершева, у нас имя президента президентов. Аминь. Евгений из Кишинева пишет. Аминь. Конечно. Сейчас представьте. Но вы дети царя. Вы царственное священство. Носители священного имени Божьего. Невероятно. Невероятно. Это просто могущественно и сильно. Это просто умопомрачительно. Люди дорогие, я обращаюсь к каждому из вас. Я вдохновляю вас. Я благословляю вас. Я просто хочу, чтобы вы поняли силу имени Иисуса Христа. Мы продолжим с вами завтра. Продолжим прямой эфир. И будем говорить о имени, о могуществе. О ношении имени. Мы будем говорить о том, что мы можем. Я с вами буду каждый день. Каждый день. Катерина из Павлодара говорит, слава Богу, я с вами. Благодарю, пастор, за ваше постоянство. Я буду здесь постоянно поговорить, вдохновлять и учить. Это как библейская школа. Поэтому мы будем говорить. Мы будем говорить много. И говорить о имени Иисуса. О, я вижу, пастор Дмитрий присоединился к нам из Бейт-Она-Хаузен. Мир вам, дорогой брат, пастор. Мы будем говорить об имени, я буду глубже и глубже. Я хочу, чтобы вы получили великое откровение об имени Иисуса Христа. Только именем Иисуса Христа мы спасаемся. Только имя Иисуса Христа побеждает. Только именем Иисуса мы оправдываемся. Итак, мы сегодня с вами изучили, что именем Иисуса Христа мы должны веровать во имя Его. И мы покаялись во имя Его. Слава Господу. Мы в имени Иисуса Христа. Потрясающе. Сама мысль, что Господь нам подарил, отдал свое имя, меня просто трепещет и встрепенует. Я благодарю, у нас остаются последние секунды. Господь, благодарю Тебя за это сообщение, за каждого человека, кто сейчас присоединился и со мной был. Благословляй их. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Бог да благословит вас. В конце хочу сказать, благодарю всех друзей и партнеров, кто помогает и поддерживает это служение. Ваши десятины помогают нам расширять служение, и Дом Веры будет продолжать дальше вещаться. Благодарю за ваше приношение, за вашу партнерство, за вашу жертву. Пусть Бог благословит вас обильно. Ценю каждого из вас. Благословляю именем Иисуса Христа. Провозглашаю над вами Божью благодать и благословение. Во имя Иисуса Христа. С вами был Максим Максимов, и Господь поставил свое имя. Хранит вас Господь. Держитесь за Бога. Все будет хорошо. До завтра. Люблю вас. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал Максим Сиенел и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие.